Начнем, потому что у нас последнее, да, вот, то есть время, до которого мы можем что-то делать, оно уже, да, достаточно досок ограничено. Поэтому лучше не откладывать сильно. Вот, и я думаю, что мы, собственно, сейчас попробуем поговорить о методе, именно еще опираясь на итоги конференции, то есть на то, что мы сейчас вот тут делали, и что мы слышали. Вот, Катя, пожалуйста, если я буду, начну говорить слишком быстро, ты меня прервай, вот, и, так сказать, говоришь, что надо, потому что я не буду специально за собой следить, но я постараюсь говорить медленнее, но ты меня останавливай, если будет сложно. Вот, и прежде всего я хочу сказать именно о совместной работе, потому что субъект, субъектный метод, это не только метод, который видит как субъект сам текст и, соответственно, стоящего за ним автора, да, и в этом смысле автор для нас не умер, потому что сейчас очень распространенная точка зрения та, что автор таки умер, и поэтому мы можем не ставить вопроса об авторской позиции, или, вернее, мы не можем поставить вопрос об авторской позиции. Вот эти вот два пункта я хотела бы о них чуть-чуть сказать, потому что это очень важно. Значит, ну, автор умер уже довольно давно, так сказать, Ролан Барт всех оповестил о его смерти, и это уже прошлый век, и даже не последние его годы, да, это 70-е годы. Слава Богу, все уже успели адаптироваться к ситуации, вот, но дальше стало понятно, то есть, собственно, да, казалось в этот момент, что тогда фокус художественного текста переносится в читателя, но ничего не вышло, читатель тоже быстро умер, потому что, почему? Это было естественное и неизбежное следствие, почему умер читатель, потому что без, то есть, субъект-объектная связь, несмотря на то, что она, так сказать, провозглашается в качестве нормальной ситуации исследования уже довольно долгие годы, да, как минимум последние два века, точно, а на самом деле раньше, именно субъект-объектная вот в этом понимании, да, в понимании, как бы, позитивистском, вот, это очень неустойчивая связь, потому что для познания объекта субъект не нужен, наоборот, чем объектнее, так сказать, субъект, тем лучше. О чем мы все время слышим именно, так сказать, начиная с позитивизма в чистом виде, да, это о том, что личность исследователя должна, так сказать, не должна никак влиять на результаты, ну, ничего, ни, собственно, опыта, да, ни выводов, которые из этого опыта делаются. Поэтому главный принцип – это повторяемость эксперимента, да, где, вне зависимости от того, кто его производит. Вот, то есть, да, таким образом, естественно, очень быстро объективируется сам субъект исследования, вот, и, соответственно, то же самое происходит в момент смерти автора, да, когда, собственно, перед нами нет личности, перед нами остается только текст. Вот, и читателю тоже долгой жизни уже тогда не остается, потому что, если мы работаем с вот этим вот самым только текстом, который понимается как объект, то, собственно, для его исследования субъекта не нужно. Вот, вообще, это ситуация, которая была очень хорошо осознана еще Юнгом в психологии, и он говорил об этом, так сказать, со своих других психологических позиций, он говорил о том, что если мы хотим, чтобы у нас, чтобы у нас сохранялась наша личность, наша субъектность, то нам нужно представить мир как достойного собеседника. Потому что, если только мы представляем мир как объект, умирает сама наша личность, ей нечего, собственно, дальше делать, и пускай даже, так сказать, дело, реверанс в сторону господствовавшего на тот момент позитивизма абсолютно, пускай даже говорит Юнг, все это неправда, и мир, это чистый субъект, но нам нужно хотя бы сделать вид, чистый объект, да, нам нужно хотя бы сделать вид, что перед нами субъект, для того, чтобы сохранить нашу собственную субъекту. То есть, ситуация, когда, если перед тобой объект, субъект умирает, она была понятна и абсолютно очевидна для всех, что хоть сколько-нибудь серьезно в эту сторону. Соответственно, как вы понимаете, самая большая проблема возникает в гуманитарных науках, потому что гуманитарная наука быстро начинает перестраиваться по образцу наук естественных и технических. А что такое перестраивание по образцу наук естественных и технических? Это перевод на те рельсы и постановка тех задач, которые, вообще говоря, гуманитарные науки не свойственны. Гуманитарная наука существует с принципиально другими задачами, потому что если, естественно, и технически нам изначально ставить перед собой задачу познания некоего объекта с целью дальнейшей возможности некоторых манипуляций с ним и его трансформацией, то гуманитарная наука ставит своей задачей трансформацию самого того, кто, собственно, в эту науку так или иначе входит. И изначально действительно филология, философия, даже просто по названиям, по типу названия, никак не вяжутся ни с какой, ни с геометрией, ни с биологией, но зато прекрасно ложатся в ряд с филокалией, которая, собственно, филокалия на русский язык, как вы знаете, конечно, переводится как добротолюбие, это, собственно, фундаментальный вот этот вот труд аскетических сочинений по преобразованию личности. Соответственно, философия и филология, они были построены на том же принципе, они существовали для преобразования личности. Да, и вот это вот самое преобразование личности, и нужно положить обратно после того, как мы его выбросили из задач гуманитарных наук, для того, чтобы гуманитарные науки начали жить своей жизнью опять. Вот. В этом смысле меня всегда, я всё время об этом говорю, меня просто, так сказать, искренне умиляет та ситуация, что физике пришлось вернуть личность исследователя в исследовании ещё в начале 20 века, потому что физика, когда она вышла на уровень, соответственно, да, атомной, стало понятно, что всё себя ведёт абсолютно не в соответствии с нашими ожиданиями, а наши ожидания были, чтобы там есть, мы нет, смотрим, не смотрим, а законы природы себе так искатили. А тут вдруг оказывается, что вот эти вот самые атомы, да, начинают себя вести совершенно по-разному в зависимости от наличия и отсутствия наблюдателя. Вот. И физика-то вернула фигуру, так сказать, зрителя, фигуру наблюдателя, фигуру исследователя, а филология в этот момент продолжала эту фигуру истреблять внутри своих исследований, вот, и поэтому сейчас мы можем следовать хотя бы за теоретической физикой, вот, возвращая фигуру исследователя. Но совершенно невозможно просто вернуть фигуру исследователя в филологию, особенно в обучении филологии, да, если у нас продолжает оставаться, по сути, субъект-объектный тип общения с учеником. Ученик у нас же тоже очень быстро стал объектом. Мы просто должны с ним что-то сделать. Как правило, мы должны в него просто что-то вложить. Вот. То есть мы должны снабдить его некоторым набором, вот, набором знаний, которые, собственно, не очень понятно, для чего ему вообще нужны. Самое прагматическое, что тут можно придумать, они ему нужны для того, чтобы рассказать их на экзамен. Потому что об этом, собственно, спрашивают. И, так сказать, отдаем мы себе отчет в этом или нет? Нет. Но именно такая схема сейчас образовалась. Вот в недавнем моем общении с итальянскими учителями в Прауту мы вдруг и неожиданно друг для друга выяснили, что, да, ученики воспринимают то, что мы им навязываем, как некую вещь, которую они, так сказать, готовы взять по минимуму, ну, из хорошего отношения к нам. Или под угрозой того, что, значит, у них будут экзамены. Вот из Кристины Роси, Кристина Роси просто, да, замечательно факт на эту тему рассказывала, когда один из ее умнейших учеников спросил, профессор, а если с меня три потребуют на экзамене, там, две главы, зачем я буду читать все? То есть, сказал он, переводя этот метафорический план, если от меня просят 10, зачем я буду давать 100? То есть, вы представляете, насколько исказилось вот это вот восприятие? Ученик воспринимает себя как того, кто отдает, прочитывая, ну, даже хотя бы эти две главы. То есть, он как бы здесь не тот, кто получает, а тот, кто отдает, что, свое время, свои силы на совершенно непонятное и ненужное ему дело. Ну, вот, исходя из ситуации, так сказать, вынужденных и грозящих экзаменов, особенно переходных, да, и, ну, и еще можно из любви к профессору, и все так и было. Вот. Других никаких оснований нету. Он не берет, он тратит. Вот. То есть, ведь это же уже повсеместно, но вы представите, насколько извращена вся ситуация. Оказывается, мы не даем что-то ученику в процессе обучения, а он тратит на эти бесполезные, с его точки зрения, свое время и свои силы, просто потому, что, ну, во-первых, без этого не преодолеешь вот этот вот непонятный и бесполезный тоже этот дизайн переходной, да, вот, ну, и вот, может быть, для, исходя из, так сказать, любезности, вот, с учителем ему вообще приятно общаться, ну, вот он готов по этому поводу сделать ему такую встречную любезность, чуть-чуть переработать. Вот. То есть, то есть, мы не... И, соответственно, мы, да, мы не отвечаем на вопрос, зачем уже давно. Зачем это нужно тому ученику, которому мы считаем, мы это даем. А он-то считает, что это он нам отдает свое драгоценное время жизни. Вот. И пока мы это, эти вот вещи не согласуем, будет радикальное непонимание, и мы никуда не сможем двинуться с нашими вот, с нашими образовательными проектами, какими-то, да. И это показывает на то, что школы действительно сейчас находятся в очень глубоком кризисе. Не то, что с нами делает Министерство образования, не главная проблема. Главная проблема там, что ученик считает, что он не получает, а он отдает. Потому что он считает, что практически ничего из того, что он вынужден выучить, тратя на это время своей жизни, ему не понадобится. И действительно, если филология – это тоже такая штука, типа, там, допустим, математики или биологии, которую просто нужно вложить в голову ученика, для того, чтобы она там тоже присутствовала зачем-то. Но биология тоже дается в настолько абстрактных и далеких от жизни категориях и материали, что биология тоже будет разумно поставить вопрос, зачем мне и это нужно. Ну, там это хоть как-то можно объяснить человеку. В ответ на вопрос, зачем ему в таком виде филология, филология, да, ему просто не существует. Потому что единственное, что мы можем сказать, ну, вот тебя спросят, а ты, ну, вот, с девушкой поговорить, с молодым человеком опять же, ну, тебе будет, ты будешь чувствовать себя в своем культурном обществе. Ну, какие мы еще можем придумать соврекалки? Зачего ему это надо? Вот, то есть, это такой бантик, это такое украшение на фигуру, сформировавшейся фигуре молодого человека. Между тем, филология – это вещь, которая абсолютно необходима для жизни. Вот, но, естественно, она необходима для жизни не как свод знаний, которые мы можем вложить кому-то в голову, а как, во-первых, умение общаться, то есть умение видеть другого. Потому что, в принципе, никакой разницы между общением с текстом и общением с человеком нет. И ровно настолько же, насколько мы не умеем общаться с текстом, мы не умеем общаться с человеком. Почему я, и я даже слышала совсем краем, краем, верхним краем, о котором почти ничего нельзя услышать, слышала, что говорили, вот, типа, что привязываются к детям, так вот, потому, собственно, и привязываемся, что есть не просто, так сказать, безвредный и непродуктивный способ чтения, есть вредный способ чтения. То есть тот способ чтения, который, так сказать, возводит в правила, в принцип, вот такое общение как с текстом, так и с другой личностью. И это тот способ чтения и тот способ общения, когда мы для себя оказываемся на первом плане. У нас уже есть целый ряд презумуций. Мы вообще, так сказать, мы склонны относиться к себе с известным уважением. Мы можем увидеть в другом то, что мы считаем, так сказать, мы видим на основе своего жизненного опыта и так далее. На самом деле, как правило, это всего-навсего на некое навешивание наших проектов, как на текст, так и на собеседника. Психологи сейчас об этом, ну, не говорят, только ленивые, да? И ленивые, по-моему, уже говорят. Ну вот. То есть это какая-то радикальная катастрофа вообще, которая происходит в общении и во взаимоотношениях, это неумение видеть другого, неумение слышать другого, неумение вообще входить в контакт, а вот это вот мгновенное навешивание своих проекций и дальше общение в другом исключительно с самим собой. То есть мы делаем другого вот таким вот зеркалом, вот, и дальше нам уже все. Нам хорошо, мы сами с собой общаемся. Вот. Я бы хотела сказать, что мы проделываем, и сейчас, я думаю, это важно, мы проделываем эту операцию, естественно, с любой личностью. То есть если мы напишем эту личность с большой буквы, ничего другу, ничего не изменится. Поэтому про Бога мы тоже думаем примерно так же, как про собеседника. То есть мы быстро навешиваем на него свои проекции, а потом начинаем действовать от его имени. Когда это поддержано законодательно, как вы понимаете, получается очень большая катастрофа. Причем некоторые за это действительно платят годами своей жизни, как минимум, да, которые они сейчас проводят в тюрьме, потому что они туда посажены за оскорбление чувств верности. То есть мы себе и сделали, да, вот. Ну хорошо, что мы не говорим хотя бы, что за оскорбление чувств Бога они туда посажены. Хотя бы это здраво сформулировано, да. Но в сознании-то это именно почти так и звучит, да. А между тем еще апостол Павел нас предупреждает против такого, такой проекции, да. Он нам говорит буквально, что сейчас мы видим вот то другое, да, как в мутном зеркале. Там у нас в нашем переводе все время было написано, как сквозь мутное стекло. По переводам это неправильно. По переводам неправильно. Потому что там буквально сказано, мы видим, как в мутном зеркале. А потом будем как бы лицом к лицу. И это очень серьезное предупреждение. То есть все наши, все, что мы думаем о другом, с большого духа, да, и другом смысле в мире, это наши проекции. И ни в каком другом смысле мы об этом думать не можем. Вот. И это хорошо бы учитывать нам как в тот момент, когда мы вступаем в религиозную войну на любом уровне, да, начиная от войны с соседом там и кончая гораздо более серьезными вещами, которые сейчас происходят. То есть, это я просто показываю уровни, на которых работает вот это вот умение общаться и умение видеть другого. понимаете, это, оказывается, серьезная жизнь. Но важно, но любом уровне, начиная от нашей вообще, от способности строить пару, от способности общаться внутри класса, да, до способности развязать мировую войну просто на том основании, что мы не видим другого, мы видим только наши проекции на небо. и главное, мы точно знаем, что мы про него все знаем лучше, конечно, чем мы сам про себя. Вот. У нас даже по гамм, какая из-за стороны, виднее. Вот. То есть, у нас все, так сказать, оправдано и фундировано народной мудростью, что называется. Вот. И это, естественно, только нагнетается и только усиливается в тот момент, когда мы на все приучаем именно в школе смотреть с точки зрения субъекта объектного метода, субъекта объектного отношения. Что такое субъектный метод в смысле общения внутри школы? Я сейчас не буду говорить уже об общем. Я думаю, что вот я наметила эти точки, и, да, они шеления вы сами вполне себе сможете провести. Я буду говорить конкретно, что это значит для общения в школе, для общения именно в филологическом, на уроке литературы, да, то есть именно вот в атмосфере филологии, филологии, да, любви к слову. Это значит не только, что текст для нас субъект. И поэтому мы не забываем текст и не начинаем, так сказать, высказывать свои точки зрения, которые, ну, еще раз, я уже даже тут кому-то сказала, да, ваша точка зрения это абсолютно вещь, которая, ну, она не может быть оспорена. Тут вообще нет повода для разговора. Да, вы говорите, это моя точка зрения. Да, это ваша точка зрения. Все, дальше разговаривать не о чем. Это абсолютная правда. Но это абсолютно ничего не говорит о том тексте, о котором идет речь. Это говорит исключительно что-то там о вас, о вашей... А вот если мы ставим вопрос о позиции автора, у нас есть повод для разговора. Потому что мы можем проверить любое свое высказывание. Потому что есть тот, кто, вообще говоря, знает лучше. но потому что он это написал. Нет, сейчас очень многие скажут, что автор вообще ничего про себя не знает, не понимает. Вот Татьяне недавно сказали, что автор ничего не понимает в жанрах, поэтому, что он там написал в качестве жанра в определении своего текста, это надо сразу отбросить. Что в жанрах, естественно, что-то понимают только литература, веды, хорошее тоже слово, да, вот это веды там. Вот они как раз ведают, заведуют даже. Ну вот, литература, вот и всем остальным. Вот. И да, автор, ну... Слушайте, ну это несерьезно приводить в качестве аргумента то, что это авторское определение. Потому что автор заведомо ничего не понимает. Он же не знает системы жанров, которые мы предлагаем. Ну вот. Вот. Вот эта вот странная идея, что автор, так сказать, лишён какой-нибудь... Такого-нибудь слова, да, в этом нашем разговоре, она очень-очень живуча. То есть это не то, что я уничтожу тут предрассуждения, которых не было и нет. Они сейчас вполне себе вот цветут и процветают. Ну вот. Так вот, если мы говорим об авторе, то субъект, субъектный метод предполагает, что что-то узнать о том, с кем мы вступаем в взаимодействие, мы можем из единственного источника. И этот источник, сама та личность, с которой мы вступаем взаимодействием. Вот. Вообще, я хочу сказать, что я как раз вот сегодня утром прочитала статью о том, кому даёт гранты РНФ и в очень бодром настроении пребываю, потому что, например, в частности, они заявили, что они дают гранты на развитие личностно-ориентированной медицины. То есть, сейчас же ведь медицина опять-таки находится вот в этих вот жестких субъект-объектных отношениях с пациентом. Во-первых, пациент заведомо ничего не знает. А во-вторых, собственно, лечит не больного, а болезнь. Вот. Так вот, сейчас вот в рамках вот этой вот личностно-ориентированной медицины люди начинают делать даже индивидуальный анализ при всяком ОРВИ, потому что, как выясняется, вдруг... Сюрприз. Вот. Вдруг выясняется, что на каждого другого человека одно и то же лекарство будет действовать иным образом. И что, поскольку есть целый спектр лекарств, то есть, их есть возможность подобрать в соответствии именно с данным конкретным организмом вообще и с спецификой его сосущества и с теми бактериями, которые нам нужны гнать или истребить. Ну вот. То есть, и естественные науки начинают понимать непродуктивность вот этого субъекта объектного взаимодействия с тем, с чем они вообще говорят взаимодействуют. Вот. Ну а еще раз, не только текст, это тот, кто может сообщить о себе все. Но, когда мы работаем с классом в рамках субъекта объектного метода, мы всегда предполагаем ситуацию, когда есть преподаватель, который знает лучше. И, соответственно, есть вот эти объектики в виде наших учеников, которых мы, так сказать, должны возвести на вершину своего собственного знания. Опять-таки, вот это вложить им в голову, да, там, наконец. Так вот, субъект субъектный метод абсолютно не может функционировать внутри таких представлений. Потому что здесь работает то, о чем я уже говорила в самом начале нашей работы на этих чтениях. Мы понимаем, что каждый способен вступить во взаимодействие с тем, с той центральной личностью, которая перед нами, с текстом, с той точкой, с которой больше, кроме него, никто не способен вступить в это взаимодействие. Потому что, опять-таки, да, самый очевидный, простой, просто геометрический пример, если мы все становимся в круг, вокруг одного объекта, то мы все видим, извините, а если субъекта, то и еще, но даже объект, мы видим все абсолютно в своем ракурсе. Вот. А если мы переходим к субъекту, то любой на собственном опыте может себе представить, насколько по-разному один и тот же человек общается с разными личностями, с которыми он вступает во взаимодействие. Субъект еще и поворачивается. Именно. Мало того. они вообще могут активно взаимодействовать. И тут может быть много вариантов. Вот. Вот. То есть один и тот же человек может быть описан одним взаимодействующим, как чрезвычайно открытый, готовый к сотрудничеству, дружелюбный и так далее. А другим как ну просто отвратительный мизантрок, не хам, не умеющий общаться, да, и это если они общались с ним на протяжении полнадцатого времени. Потому что опять-таки любой человек, да, он очень мощно отзеркаливает то, что приносит самую другую. Вот. И поэтому когда, допустим, мне рассказывают о том, что все просто продавцы магазинов хамы по профессии, я ничего не узнаю о продавцах магазинов, но зато я очень многое узнаю о том, кто мне об этом сообщил. Вот. Вообще, как правило, наше высказывание о другом для человека хоть сколько-нибудь понимающего несет огромную информацию о нас и почти нулевую о предмете нашего высказывания. Вот. И это, кстати, тоже то, что неплохо бы знать нашим ученикам. Потому что мы-то, как правило, им рассказываем совсем другие сказки. Вот. И вот ситуация, когда у нас в классе объектов нет, а исключительно одни суббивцы, то вот это вот наше собрание вокруг текста, оно для учителя будет связано, особенно для учителя в его нынешнем состоянии, так сказать, с его нынешним душевным расположением, оно будет связано с рядом очень неприятных моментов. Потому что, во-первых, оно связано с тем, что у нас исчезает априорный приоритет знаний. То есть, любое наше высказывание может быть поставлено под сомнение, потому что оно верифицируемо. вот перед нами текст. И я там могу как угодно рассказывать там не знаю, самых благолепных вещах в творчестве Достоевского, а ученик тут и говорит, и ты погодите секунду, а вот тут вот совсем другое написано. А вот этот герой, про которого вы так хорошо рассказывали, вот этот Алеша-то, допустим, Караматов, ну, возьмем ситуацию, когда вдруг мы разбираем братья Караматов, смотрите, а здесь написано, что он, во-первых, сам говорит, да, или сказали, что я монах, монах, а я в Бога-то, может быть, и не верую. И перед преподавателем встает серьезный вопрос, потому что фигура на глазах начинает меняться. А если это еще мальчик или девочка, которые учились в, скажем, воскресной школе, и у которых на слуху литургический цикл, так они раньше нам покажут, они скажут, смотрите-ка, а вот тут говорится, его вдохновляла сила и слава его старца. На своего старца он уже смотрел в каком-то смысле так, что воспринимал его силу и славу, как свою собственную. А сила и слава у нас относятся только к одному, это окончание собственно молитвы Господь, не бы твоей есть царство и сила и слава. А герой-то сначала переносит это на старца, а потом уже присваивает себе самому. Старец вроде мой, но так и сила и слава тоже вроде как моя. И это уже совсем другой образ Алеши. И тогда там получается очень мощная динамика, но ее тоже надо просреживать по тексту. И почему для учителя этот момент может быть очень неприятен. Я думаю, что тут надо сказать вот об этой нашей привычке ложного самоотождествления. Мы, и особенно мы в качестве учителей, привыкли себя отождествлять с нашим знанием. Мы никогда это не рефлексируем, но мы так делаем. И мы считаем, что постановление под сомнение того, что мы говорим, это прямая агрессия по отношению к нашей личности. Это нас ставят под сомнение. И мы соответственно так и реагируем. А как мы реагируем, когда самый дорогой, что у нас есть, ставят под сомнение? Мы реагируем, скажем, мягкой, обтекаемой встречной агрессией. И тогда, как вы понимаете, ничего не получится. Все, в этот момент все закончилось. Вот. Потому что в тот момент, когда пошла встречная агрессия, вообще уже никакого контакта больше невозможно. У вас разрушены отношения с учеником, вы вообще его уже не любите. И даже еще бы там, как бы там дальше не менялось, у вас уже заноза посажен. Потому что он посягал на вас. что делать для того, чтобы поставить себя в этом смысле в правильную позицию. Ну, сказать, сказать легко сделать сложнее гораздо, но тем не менее попробовать можно. Нужно прекратить эту ложную идентификацию. нужно понять и просто какой-то момент себе проговорить что-ли словами. Я это не то, что я знаю. Знание мое, оно всегда меняется. Мало того, если мое знание все время меняется, то любое поставление моего знания под сомнение это для меня возможность. Это для меня возможность роста. Это для меня возможность нового видения. Это для меня возможность новых открытий. То есть это не посягательство на мою личность, а это предложение мне нового, гораздо большего пространства для реализации этой самой личности. Вот со своего угла обзора, так сказать. В смысле? Ну, вы сказали объекты и мы стоим вокруг. Мы можем что-то не видеть, то, что видят до другой стороны. Катя, совет, ты просто меняешь угол. Именно, именно. То есть мы таким образом начинаем обладать не единственной своей позицией, а мы начинаем обладать всем тем кругом, который представлены те, кто участвует сейчас в этой рабочей степени. То есть мы резко увеличиваем наши возможности за счет вот этого внимания к любой другой личности, вступившей в эту работу, вступившей в эту работу. То есть мы не сокращаемся, как мы это понимаем, когда вдруг внезапно на нас, как мы считаем, нападают со своим мнением, а мы вынуждены сначала отпрягать, потом стать защитным судьбом, чтобы оборонить свою личность. А мы наоборот распространяемся. Нам предлагают, на нас не нападают, нам предлагают новые места для возможности взгляда. Спасибо, что вы это акцентилили. То есть мы совершенно меняем не просто мы меняем принцип преподавания, а мы меняем свою личностную позицию. Мы разотождествляемся с тем, с чем отождествление приносит нам только боль и страдания, и не исключительно совсем в классе и при обсуждении какого-то текста. И мы отождествляемся как бы мы видим чуть яснее себя и видим теперь то, что мы раньше считали агрессией, как новая возможность. Смотрите, уже даже на этом этапе преподавания литературы, то есть на этапе организации работы в классе резко увеличивается качество жизни ученика и учителя. Вот собственно вообще эти литературы они вот для этого. Они для улучшения увеличения нашего качества жизни, нашего умения общаться, нашего понимания себя в этом мире. а дальше начинается вот это умение слышать как текст, так и другого. Потому что мы должны в этой ситуации не только так сказать уткнувшись в текст выискивать там подтверждение нашей точки зрения, а мы наоборот рады, когда наша точка зрения не подтверждается. почему мы рады? Потому что до тех пор, пока наша точка зрения подтверждается, мы не можем быть уверены, что все, что мы до сих пор здесь увидели, не есть наша проекция. Точно так же, как в общении с другим. До тех пор, пока он нам возвращает примерно то же самое, что мы бы тоже сами сказали по этому поводу, мы совсем не можем быть уверены, что он не зеркалит. то есть проход как к тексту, так и с другому начинается с момента расхождения. Поэтому вход в текст это точка, где мы не понимаем, а не где мы понимаем или нам кажется, что мы понимаем. У нас нет возможности верифицировать это нам кажется или это мы понимаем. А вот когда мы не понимаем, мы точно не понимаем. и тогда мы точно знаем, что перед нами другой, а не я сам, который спроектировал себя на текст или на другого человека. И вот отсюда можно начинать сработку. Вот это собственно и есть первичная постановка первичная постановка нашего отношения к тексту и к сотрудникам и первичная расстановка в рамках работы над текстом в классе. А дальше еще одна чрезвычайно интересная потому потому что вот эти точки непонимания они у всех будут разные. То есть мы читаем текст. Нет, возможно мы этого тоже не понимаем, когда нам скажут, уже кто-то нас ткнет в это и скажет, а вот тут почему? Может быть мы тоже этого не поймем, но нас почему-то это не зацепило. А вот это вот именно потому, что разные ракурсы. а зацепило нас какое-то другое место. Споткнулись мы о какое-то другое место в тексте. И вот здесь начинают появляться вот эти вот точки, их несколько много точек входа в текст, которых естественно чем больше тем лучше. Эти точки входа в текст они собственно и есть те самые темы докладов. Если мы говорим конкретно на наших чтениях. Потому что в идеале проблема ставится вот так. А почему у него здесь вот это? Или а почему у него вот это по всему тексту? Вот тут глаза, тут глаза, тут глаза, тут глаза, тут поглядели встречно, тут не поглядели встречно. Что это вообще? Что тут происходит? Почему это так? Вот в тот момент, когда мы ставим перед собой такую проблему, нам понятно, что мы делаем и зачем мы делаем. И соответственно мы можем объяснить. И соответственно мы можем учитывать при такой работе точку зрения другого и будем рады и признательны за любую помощь. Вот. Поскольку это вещи, которые я в общем говорю не первый раз, хотя каждый раз я говорю немножко по-другому. Отчасти есть даже для русскоязычных исследователей уже написанная статья, которая собственно называется о субъект-субъектном методе, она опубликована в новом мере в первом номере в этом году. Вот. То это тоже можно еще посмотреть, почитать. Там написано и о новом понимании герменофтического круга в связи с вот такой вот позицией. И о многое еще в чем. Вот. Но я думаю, что все-таки поскольку у нас сейчас есть вот эта возможность общения, а не просто моего пересказа вам, о чем я тут вообще думаю, да, то лучше мы уже перейдем к каким-то вопросам, соображениям и так далее. Ну и вот пожалуйста первый вопрос уже если я сейчас сама сердце вернусь. Соображение того плана где говорили о субъект-субъектном методе в рамках взаимодействия с включением в рамках взаимодействия с включением в ученик. Вот Академик космолог он выделил три вызова которые предлагаются нам в современный метод. Это вызов сложности, разнообразия и неопределенности. Субъект-субъектно насколько я проник в этот момент он не может ответить на эти вызовы потому что он всегда вкладывает в ученика какое-то ограниченное содержание граничное той позиции на которой вот так вот субъектно находится и обвинет в то же время субъект-субъектно этот метод он может дать ответ на эти вызовы он может противостоять этим вызовам но в то же время он как вот заметно требует вот и учителя ученика в гибкости открытости такой подвижности по отношению к самому себе и друг другу все спасибо да именно так причем я даже думаю что собственно субъект субъектный метод не будет противостоять тем он будет радовать а вот субъектно действительно придется как противостоять и скорее всего проиграть в этом противостоянии вот потому что для субъект субъектного метода эти принципы это собственно новый способ его бытия это способ его взаимодействия с любым что как бы встретилось на его получается у вас психология тоже туда же переход да да на самом деле сейчас все потихоньку туда идут я даже видела совершенно удивительную вещь в Новой Зеландии реке дали статус как это там живого существа поскольку там целый ряд людей считают ее своим предком реку своим предком то вот ей дали статус живого существа и значит выделили какой-то даже фонд для того чтобы это самое живое существо которое то есть то есть то есть можно вообще да еще там еще совсем недавно и мы были так поражены сказали ну это какой-нибудь фэнтези или фэнк какой-нибудь а нет вот оно уже случилось то есть действительно наше сознание очень мощно начинает перестраиваться и с моей точки зрения это очень очень хорошая новость ну вот пожалуйста любые вопросы я хочу спросить про этот последний пункт пункт дингрессу на текст и когда мы не понимаем точка входа в текст и когда мы не понимаем так потому что для меня читает для меня читает дингресса это основанно на силе джевания в текст даже дождествене в текст благодаря этой силе димедесима джевания мне кажется, что я понимаю всё, и тогда я принимаю идею, что я не всё знаю, но не понимаю. Я приведу примеры своего опыта в школе. Я прошу своих учеников дома подчеркните то, что вас больше всего поразило, что вы не поняли. И в следующий раз поговорим об этом. И ребята, на следующий раз, спешно портали что-то, что они больше всего поразило. Очень редко бывает, что они приносят что-то, чего они не поняли. Вы могли бы объяснить лучше, почему точка входа в текст – это непонятная? Потому что для меня это сложно. Спасибо. Это прекрасный совершенно вопрос. Потому что просто я думаю, что он должен возникать на каждом шагу. И да, нам гораздо проще признать, что мы чего-то не знаем даже в своей специальности, чем то, что мы чего-то не понимаем. Потому что нашу понимательную способность поставить под сомнение – это уже совсем несколько посягательств. на личность. А между тем, с возможностью понимания ровно то же самое. Она тоже зависит от нашей позиции, под нашими к тому субъекту, который в центре. И от нашей способности принять, а не отвергнуть, те другие точки, с которых виден вот этот вот самый центр. А можно громче? Да, да. Она в нашей позиции по отношению к себе. Потому что мы же испытываем радость от познания, от обладания каким-то смыслом, от обладания каким-то пониманием. И тогда, когда что-то непонятно или что-то неизвестно, это вызывает, ну, бесконфортное удовольствие, какую-то такую негативную. Да, и хорошо, спасибо. Потому что мы как можно скорее стремимся от этого негативного избавиться. А как избавиться лучше всего? Особенно для специалиста. Можно словом назвать? Мы назвали словом каким-нибудь? Вам кажется, что уже все объяснено. Ещё можно сравнить с чем-нибудь. Поэтому компартивистика так популярна. Как компартивистика? Это уже следующий, ещё более тяжёлый этап. Вот. Вот. Здесь так и здесь так. Значит, это как здесь. А, не значит. Я вот, мы недавно тут про фэнтези разговаривали. И там тоже сказали ещё того, что ну вот же, похоже. Я говорю, ну вот представьте себе ситуацию. Да, стоит автомобиль. Я ничего не понимаю в автомобилях, но я вот смотрю на мой взгляд. Аналитика. Я вижу круги. Тут круги. Сзади тоже круги. Внутри круг. Ну, то, что они ещё чуть-чуть друг от друга отличаются эти круги. Внутри у него какие-то... Внутри, ну, эти самые, да. Это же только, так сказать, вешенка на торте. Всё только про стилистику, да? Так сказать, похоже. Но есть небольшие отличия. Тут внизу ещё тоже четыре круга. Ну, если мы в мотор заглянем, там тоже пара кругов будет точно. Там зубчиками там. Всякими. Опять-таки ещё интереснее. Смотрите. У нас типология. У нас везде круги. Чего мы тут не делаем, и чего мы не делаем почти никогда в комфортивистских исследованиях. Мы не ставим вопрос о том, зачем. То есть о функции. Чайничка. Понимаю, ладно, смотри. А, оно, да. Оно похоже. Оно работает совершенно вообще. Не просто другим или противоположным. А вообще никак не со относящимся. Матам, мы даже не можем сказать, там везде свойства колеса задействованы. Что он сказал бы сам очевидно. Потому что вот эти круги, которые совсем спереди, и те, которые совсем сзади, они ещё и не крутятся никак. И вообще могли бы вполне быть квадратными без всяких проблем. Это уже бывает без всяких проблем. Вот. То есть понимаете, да, что сравнение, а мы воспринимаем сравнение как объяснение, оно никогда не является объяснением. Это ошибка, но наша ментальная ошибка. А на этом почти целое направление. Нет. Лучшая работа по компьютеристике прекрасна. И именно потому, что там всегда есть апелляция к функциям. Вот это и есть. Но. Это ж кто же будет заморочиваться. Это ж сколько работать. Чтобы ещё и с функцией разобраться. Вот. То есть мы стремимся избавиться от неудобств. Мы стремимся как-то объяснить то, что нам непонятно. Разными способами, которые для нас успокаивают, но которые на самом деле не работают. То есть они ничего не объясняют. Так вот, что нам нужно делать? Нам нужно работать, как всегда, не с объектом и даже не с субъектом. Но мы его и не сможем увидеть как субъекта до тех пор, пока мы это с собой не сделаем. А с собой. То есть, как только нам становится неудобно от непонимания, нам нужно говорить себе, что это не знак не нашей ограниченности, а знак нашей возможности роста. Разница понятна. Очевидна, да? Мы сказали, по сути, одно и то же. То есть, здесь есть граница. Но только в одном случае. Это наша ограниченность. Потому что, как это мы этого не понимаем, надо скорее сделать, чтобы мы не видели эту границу. А в другом случае, это мы видим границу и мы рады тому, что мы ее увидели, потому что мы теперь можем ее преодолеть. Мы можем выйти за пределы. У нас есть возможность для роста. Пока мы внутри себя эту позицию не поменяем, мы ничего делать не сможем. Мы так и будем стараться закрыть все возможные получающиеся непонимания для того, чтобы избавить себя от этого дискомфорта. Мы точно так же будем работать и в отношениях. Вот мы вступим. Пожалуйста, у нас будут дети умирать. Они же не от любви умирают. Они умирают от того, что их не научили общаться. Потому что вот влюбилась там девочка или мальчик, да? Я этого не понимаю, я этого не понимаю. Это страшно дискомфортно. Быстренько на все места лепим свои стикеры. Вот. И получается такой высокий голубоглазый рыцарь на каком-нибудь коне. Лучше белом. Вот. А там потом не коня и вообще черненькие, да, зеленоглазые и низкоросые оказались. То есть, понимаете, мы таким образом защищались, мы радикально, не просто мы не имеем доступа, это ладно. Но мы радикально искажаем для себя образ с того, с чем, как нам кажется, мы вошли в какое-то отношение. То есть, мы усиливаем и усилием вот эту вот границу за счет наших проекций. То же самое мы делаем с текстом. И здесь как раз вопрос второго чтения. Потому что первое чтение – это чтение отождествления. Оно таким и должно быть. Это совершенно правильно. Вот. Потому что самое главное в тексте – это то, что нам жизненно необходимо. Вот. Мы из него и вытягиваем вот за счет отождествления с героем тот опыт, который нам сейчас жизненно необходимо. Потому что сейчас и всегда искусство – это такая уникальная штука, которая специально сделана для того, чтобы можно было передавать опыт без опыта. Не что бы мы могли подумать, это не знание. А мы получаем в отсутствии, так сказать, объекта или субъекта чувств, все те чувства, все те ощущения, которые получает человек в процессе получения твой. Таким образом, искусство – вещь абсолютно уникальна. И она, естественно, такая уникальна именно потому, что она, собственно, для этого и создавалась. Искусство возникает как сопровождение любой религии, потому что любая религия предполагает наличие некого опыта, который не всем доступен. И который нужно передавать. Искусство – это технические средства передачи того опыта, который не всем доступен. И, собственно, это его главная вообще задача. Поэтому, смотрите, еще какую вообще штуку мы закрываем от наших учеников, когда мы предлагаем литературу как знание. На самом деле, не как знание литературы, естественно, как знание о литературе. Потому что, как об объекте, мы же сообщаем всякие факты. Писатель родился. Этот текст он написал в таком-то году. Тогда была такая-то политическая, историческая обстановка. В этот момент любой писатель написал еще такой текст, а этот писатель написал еще такой текст. Оно все на самом деле нужно и даже когда-то понадобится. Но оно понадобится только в тот момент, когда нам станет ясно, что вот тут, внутри текста, у нас вопрос. Потому что здесь что-то сказано о каком-то романе Толстого у Достоевского. Или, наоборот, о каком-то там освобожденном Иерусалиме Тассо. Или тут появилось имя героя, который прямо нас отсылает туда. И что это за сюжет возникает освобожденного Иерусалима в тексте, который вообще просто о подростке, о мальчике, который взрослеет. К чему бы это? И тогда мы полезем читать саму Каримину или там наоборот Войны и Мир и освобожденный Иерусалим по запросу текста. А не то, что мы непонятно почему строим вот это, так сказать, растущее знание о литературе, никогда не подступая к самой литературе собственно. И вот первое чтение, еще раз, оно для нас способ вытянуть весь нужный нам на данный момент, имеет к тексту никакого отношения. Это только к нам имеет отношение. Опыт, который нам сейчас жизненно потребен. Поэтому первый раз читают, там иногда пропуская школу, ночи, обеды и все прочее, пока не дочтут. Потому что вот оно, вот взаимодействие пошло, не оторвешься. Поэтому над текстами плачут, потому что в этот момент пошло опять-таки вот это взаимодействие. Поэтому происходит, поэтому там из-за текстов подраться могут, потому что вот я здесь вот сейчас, это мое, это я сейчас переживаю, а ты что-то говоришь. И это все итог, результат и процесс первого чтения. Это все очень нужно, но это не имеет никакого отношения к самому тексту. Почти. Вот. Если мы хотим понять, именно понять, что в тексте, мы должны читать как минимум второй раз. На самом деле, третий, четвертый, пятый, шестой, как раз. Вот. И по первому разу у нас вообще не будет ничего непонятного. Потому что это непонятно, это мы можем на другом языке читать, не знать треть лексики и прочтем, не задерживаясь, потому что нас зацепила вот эта линия, которая зацепила, да? Нет. Нет. И ничего непонятного не будет. Вот. Поэтому, естественно, если мы читаем на своем языке, мы еще больше не заметим никаких непонятных мест. Мы видим только то, что имеет отношение к нам. Поэтому ученик легко ответит на вопрос, что тебя поразило, и, как правило, будет говорить, а я тоже в этой ситуации. Вот. Или для меня важно. Но, конечно, он никогда не заметит, что он не понял, а каким образом бы он это заметил. Наоборот, в этот момент первого чтения все непонятно отбрасывается автоматом, но совершенно не замечая. Потому что процессу мешать нельзя. Но дальше-то как раз и вступает в дело, собственно, филология, как любовь к слову, да, и как любовь к автору. Потому что сначала мы, так сказать, выбрали, вытащили из текста все, что нам на данный момент было жизненно необходимо. А дальше мы можем вступить с ним в общение. И мы можем уже не выдирать из него куски, да, которые нас питают. А мы можем посмотреть, как голодные, да, а мы можем посмотреть на другие свойства текста. Текста личности, которая может нам помочь вырасти. Текста личности, который говорит о том, о чём мы ещё не имеем достаточных, так сказать, знаний, состояния, развитие и так далее, чтобы даже спросить. Но чувствуем, что хотели бы спросить. Вот. То есть текст может сначала нас накормить просто, да, а потом уже начать нас поднимать. И вот когда мы переступаем к этому второму процессу, то главным вопросом станет вопрос о том, что нам здесь непонятно. Вот. Вот. Я примерно ответила на ваш вопрос или я ушла в свою сторону? Пожалуйста, Теречка. И тогда, естественно, такой вопрос. Если брать урок, да, можно ли рассматривать восприятие, да, и анализ как два этапа? То есть имеем мы, вот в рамках того метода, который предлагается, когда мы говорим о восприятии или мы вообще не говорим о восприятии? О восприятии на уровне типа понравилось или не понравилось? На уровне я сюда поразила, вот ощутил, я вот здесь такой и это на меня похоже. Я думаю, что чисто прагматически на уроке с этого надо начинать, потому что первое прочтение должно уже произойти к первому уроку. И с этого надо обязательно начинать, потому что это вещи, которыми хочется поделиться. И это как бы, это потребность вот этого самого, особенно молодого, растущего организма. На самом деле, в любом возрасте, если людей так собрать, первая потребность у них будет, и насущнейшая, это поделиться тем, что они оттуда вытянули. Вот. И обязательно отдать такую возможность. Пока мы тут вообще это не осуществили, мы даже не можем ко второму этапу перехватить. Потому что вот эти вот эмоции собственные, они совершенно все забивают. Вот. Но вот уже в тот момент, когда начинают делиться, можно начать как минимум фиксировать вопросы друг о друге. То есть, а почему он увидел это так? Лучше в тексте по-другому. Вот. Но это на первом уроке не проговаривается. Это ко второму уроку. Тут мы получили чистое счастье от того, что мы все расскажем, открыли друг другу. А вопросы мы относим на вторую руку. Смотрите, там, причем опять-таки нежно, да, нежно друг другу. Надо отличить учеников нежно относиться друг к другу. Такая-то сказала, очень хорошо сказала об этом. Да, это очень нужно и очень интересно. Но в тексте написано по-другому. И я не совсем понимаю, как вот эта фраза, и тогда уже прочно садиться на текст. Потому что нет, я чувствую иначе, это вообще не работает. Конечно, ты можешь чувствовать по-другому. Никаких проблем, да? Можешь поделиться на первом уроке, как ты чувствуешь. Но только если ты это почувствовал в связи с этим текстом. Потому что если ты все время так чувствовал, а человек это почувствовал впервые в связи с этим текстом, то вы не в неравной позиции, да? Тогда дай ему сказать. Ну вот. Но дальше можно начать вставить вот эти вопросы. А смотрите, да, вот это было воспринято так, а вот здесь на самом деле нам сказано что-то не совсем то. Потому что автор-то пишет вот что. И тогда это будет не оскорбительно, а интересно. Причем, опять-таки, естественно, можно и, наверное, нужно, особенно, ну это все зависит от ситуации класса, да? Можно проводить, возможно, много уроков, где дети будут орать друг на друга, поясняя именно свои первые впечатления и вот эти вот психические позиции, да? Если класс вообще в плохом состоянии, то, может, таких уроков надо провести много. Потому что это, вот эта вот возможность разговаривать, ругаться, вообще почти драться. То есть класс снимает необходимость всего этого вне класса. То есть они проговаривают здесь то, что они носят в качестве камня за пазухой друг по отношению к другу или, так сказать, не всегда за пазухой. Ну вот, и, но если класс уже, но это значит, что класс болен. Это значит, что вы играете несвойственную вам роль в данном случае. Вы выступаете как психотерапевт. Но это иногда очень нужно. И в каком-то смысле, и в каком-то смысле. Кроме, опять-таки, литературы, некому взять на себя роль литературы. Потому что, ну, математика прекрасная вещь, она совершенно не способствует пояснению разной чувствия людей. А литература, да, способна. Но когда класс уже в нормальном состоянии, если мы говорим о классе в нормальном состоянии, то там уже рождается исследовательский интерес. Это именно интерес познания того, как видит другой и сопоставление с тем, что другой еще один другой написал. Этот другой, который в центре, он для нас на момент вот этого нашего, вот этой нашей работы, он другой из большой буквы. Потому что он организовал этот текст. Он там, собственно, он бог в этом тексте. И это удивительно. Смотрите, еще одна вещь, совершенно потрясающая. Мы же живем в жизни всегда в условиях жесткого недостатка информации. Мы на самом деле, если мы будем достаточно умны и логичны, мы, в общем, ни о чем почти не можем начать думать даже. Потому что мы на втором или третьем шаге столкнемся с резким недостатком информации для решения этой проблемы. Вот. А здесь у нас абсолютно уникальная ситуация, когда мы находимся в абсолютном наличии всей информации, которая только может быть нам дана. Она вся внутри этого текста. Чтобы ответить на вопрос о авторской позиции, о высказывании автора, у нас все есть. Вот этот весь мир, он перед нами. Это позиция, которой вообще больше не бывает. Мы всегда, у нас всегда какого-то куска так или иначе не хватает. Даже когда нам кажется, что мы все сложили. А эта позиция, вот она. Я уже не говорю про историков. Историки вообще бедные, совершенно несчастные люди, да? Вот. Они работают... Я филологам говорю, чтобы они представили. Представьте, что вам нужно анализировать текст по оставшимся прижизненным отзывам. Вот. Вот. Вот это ситуация историка. У него нет событий, у него только прижизненные отзывы. Всё. А он должен вам проанализировать. А у нас, представляете, какие мы счастливые. У нас есть вот это вот то, чего больше нет ни у кого. Абсолютно полная, абсолютно целостная информация. Если мы только будем внимательны и невнимательны, а не будем непрерывно и не прекращать говорить о своих чувствах по отношению к этому. Ирина Александровна, послушайте с вами не согласиться. Вы сами только что сказали, что в каждом тексте есть отсылы куда-то, к кому-то. И, в общем-то, большинство текстов так и построено. Именно исходя из уровня, так сказать, эрудиции, грубо говоря, автора, которые куда-то отправляют. Поэтому вот если остаться внутри одного текста, то всё равно даже этот текст полностью не поймёшь. Софья Ивановна, да, спасибо огромное за уточнение. Конечно, но у нас есть эти прямые отсылки, можем сходить. Даже контекст самого, творчество самого автора иногда переворачивает текст. Конечно. Но, опять-таки, всегда можем сходить, всегда можем рыть. То есть, это… Ну, это, конечно, не надо раскопкать. Это сборность. Вот. Понимаете? У нас есть эта возможность, которой больше, действительно, нет ни у кого. Так, теперь вот даже… Ага, давай сюда. Я согласна по поводу вот этого пути, по поводу этих этапов, да, которые коллега сформулировала. Которые мы проходим, когда находимся перед литературным текстом, художественным текстом, литературным. Пассажем successиво. Следующий шаг. Доманды. И вот здесь вопрос. И вот эти вопросы, на которые ответы мы должны сказать в тексте, всегда есть какой-то один человек, который должен, как бы, подвести к выводу. И не только conclusión, но и должен дать, или должен дать, или дать, литературу. То есть, какому-то заключению, и не просто заключению, а какому-то вот ясному прочтению, как вы предлагаете. И в этот момент метод уже пристает быть субъективным, субъектным. Вот тут, да, и точка. Вот в том, что Катя сказала. Субъектный или субъективный. Подождите. Субъективно. 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 Sí. Субъективно. Я поняла разницу между словами. ABOUT THE MEDIA но вы говорите. В тексте естьבר в тексте21 Не Subwise. Это temosissмите не тук лит Я. То есть, я могу, だから ням вредя тебя. Мне нужно идти за вами, Не, чтоhasя не yaşарцев. И достоинство вы мне не ведетеélé . А я этого не вижу, я его читаю иначе. И тогда какое прочтение правильное? У нас была в свое время договоренность с аспирантами. Что лучшим результатом проведенной работы является фраза слушателей. Ну да, но это же очевидно. То есть это не то, что я, так сказать, там из себя извлекаю и как-то так хитро объясняю, что вы верите мне, что да, действительно надо. А это то, что я могу показать в тексте. То есть, когда вы смотрите и говорите, ну да, ну вот же оно. То есть, не то, что мне доказали, что это здесь есть, но я этого не вижу. Это не работает. Нужно показать, вот, чтобы человек это увидел. И скажу, да, здесь есть. И, мало того, вот эта вот ясность чтения, она совсем не обязана строиться на исключении, то есть она даже обязана не строиться на исключении других подходов и других точек. А наоборот, она должна строиться на включении всех тех точек, которые были с разных позиций замечены, да. А исключается только то, что было очевидной как раз субъективностью данного наблюдателя. То есть он говорит, ой, а еще это похоже, ну у нас же все на все похоже, да. А еще это похоже на то, как там Христос преображался на горе Фавору. А речь шла там, я не знаю, о трупе, освещенном косыми лучами заходящего солнца, допустим. Вот свет, да, вот свет, ну значит гора Фавору. У нас свет, значит гора Фавору. Вот это субъективность. Это мое субъективное ощущение. Почему-то у меня так сложилось, что свет у меня ассоциируется только с Фавором, лишь чем больше. Вот. А вот, а, но дальше может быть целый ряд возможностей объяснения вот этого вот тела, вот этих вот лучах. И мы, ну просто все они должны в себя включать, как минимум, мертвое тело и лучи. Вот мы вчера разговаривали насчет топора, да, и какой стороной кого убивал. Вот. Тут даже мини-опрос был проведен в конце, после заседания. Да, 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 да. И был высказан целый ряд точек, которые абсолютно нельзя исключить из конечного варианта. Вот. Он Фабрицио сказал, что вошь нельзя убить острием, да, только придется угол. И это очень серьезное соображение. Ну, да, реально нельзя. Вот. Кто-то обращает внимание на направление лезвия, да, когда бьет опухом, на самом деле лезвие направлено в лоб ему. Вот он потом будет говорить себя, убил, а не старушон. Вот. А Лизавету, наоборот, бьет лезвием. Да еще глядя ей в глаза детским взглядом. Для меня эта ситуация совершенно непонятна до сих пор. Вот. Но что тут еще можно предположить, да? Это какая-то битва. Это пока только вот начало рассуждения. Вор бьет обухом всегда. Шума меньше. Крови меньше. Удобнее и сзади, да. А лицом к лицу и топором это битва. И вот вопрос, кто с кем бьется тогда, да? Вот. То есть и тут еще могут быть соображения, и их все надо будет проверять. Если они имеют поддержку в тексте, то значит, окончательное чтение – это не одна из этих версий, а совокупность. И их мы бы смогли собрать только по когда собрались, вот, ну, как минимум, да, в четвером. Можно вот к этому, может быть, вам даже пригладиться. Из другой, так сказать, области, но очень вот сюда подходящее. Вот я уже третий год проверяю Всероссийскую Олимпиаду. Один текст, ну, там, два текста на выбор дается, проза, поэзия, и пишут, там, не знаю, 30-40 детей. И вот я читаю 20 работ в одном и том же произведении. Причем это же дети уже Всероссийской Олимпиады, то есть талантливые дети. И каждый что-то находит. Читаешь – ах! А вот другого – другое – ах! И когда эти все 20, ну, мы же, Господи, ну, почему не нашелся вот один гений, который бы вот это все собрал? Так не может быть такого гения, именно потому что вот поэтому вот беда Олимпиады – это необходимость вот этого выбора и соперничества. Ну, да. А их бы наоборот, так сказать, кругом посадить, так сказать, какие же вы все молодцы, особенно когда все. Ну, вот в литературе сейчас именно так задумано, именно не соперничество, а сотрудничество. Ну, вообще вот очень интересно, как много всего, оказывается, находится в тексте, чего и сам не видел. Так, ага, пожалуйста, Кристина. Я не трогу в ситуации опоста к той, которую описывала Анна-Мария. Я нахожусь в ситуации противоположной той, которую описывала Анна-Мария. То есть, до когда мы начали нашу работу? Но это происходит только с тех пор, как мы начали нашу работу. То есть, до когда мы начали нашу работу, каждое слово, каждое слово, каждое слово... Я уже начинаю, то есть вопрос, я начинаю задавать вопрос, почему здесь это есть, почему здесь так? И, поэтому, ся, проно, questionи infinite. Поэтому открываются бесконечные вопросы. Я начинаю наслаждаться этой ситуацией, когда постоянно передо мной есть возможность открытия. Но это делает проблемы мои студенты. Но для моих учеников это проблема. Поэтому они патрищатся. И поэтому они просто сходят с вами. И говорят, но для нее, для нее, для нее это все вопрос, все вопрос. Я не говорю, что для вас это не понятно. Баста, basta, мы даем им пункт. Мы даем им пункт, мы даем им пункт. Давайте наконец поставим где-то точку, то есть мы очень хочется поставить точку. а партнер а и 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 то есть есть вот это раздражение со стороны студентов, когда они остаются в ситуации неуверенности. И еще я думаю, что это связано, особенно когда мы говорим о Достоевского, у которых я очень многое знания, которые меня очень краничивают, потому что я всего три года читаю Достоевского. Я понимаю, что... То есть, чтобы не было внуки, не было в конце концов, то я многое способом прогрессировать какую-то ценность. Я не прочитала, не проработала все эти произведения. Это позволяет в полной мере осознавать ценность всех этих замечаний, вопросов, которые дают студенты. Или сказать, что это связано с этим эпизодом, это связано с этим эпизодом. То есть нужно было бы именно изучение, учебе посвящать столько времени личному, в личной учебе, столько времени, которого у нас зачастую просто нет. Ну вот да, это проблема. Проблема, которая отчасти решаема. Потому что, Кри, вот то, что ты говорила, что ты забыла им дать прочитать это по первому разу. Дать им прочитать по первому разу, вот первое чтение. Вот это то, чего нельзя как бы никогда забывать. То есть они обязательно должны пройти через вот это первое захлёбывающее сочтение. Или тяжёлое, или какое угодно. Но обязательно через него пройти. Тогда уже гораздо легче будут восприниматься все остановки. Потому что если эти остановки до того, как человек дошёл до конца, то это действительно катастрофой вызывает только раздражение. А дальше, ну да, предполагается, что, в принципе, каждый учитель должен быть вот гением и абсолютно владеть своими предметами. Вот. Как бы у нас в общем, на самом деле, особых нет шансов в этом смысле. Да, мы должны именно это. Именно это. То есть, да, быть гениями и владеть абсолютно своим материалом. Ну давайте это рассматривать как конечную точку пути, да. Опять-таки, я думаю, что самое главное здесь честно разговаривать с учениками. То есть, когда у нас есть необходимость сделать вид, что мы статуя, которая знает всё. И кроме нашего знания нет никакого другого. То у нас тяжёлая ситуация, да, потому что не назащищаешься. А если мы честно приходим и говорим, слушайте, я буду учиться вместе с вами. И всё. Ну это как вот просто, я не знаю, вот технологии на уровне вот манипуляции залом. Да, вы хочешь, говоришь, я так волнуюсь. Всё. С этого момента это проблема слушателей, а не твоя. Да, 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 конечно. Вот моим студентам когда-то очень помогала такая вещь. Я им говорила, что вот самый прекрасный момент, и настоящий, творческий, и означающий, что что-то там получится. Это когда человек приходит в полном отчаянии, говорит, что всё запуталось, ничего не понимает. И это объяснилось с помощью схемы, которые приписывает Пифагора. Я думаю, что это приписывает. Приписывается? Пифагора. Ну, пифагора. Считается, это приписывает он. Ну, поскольку он мотивация, поэтому на языке мотивация. Который говорил своим ученикам, я не знаю гораздо больше, чем вы. И рисовал такую схему. Вот такой кружочек, это ваше знание. И потом такой вот большой, это моё знание. И спрашиваю, у кого больше граница соприкосновения с непознанным? Чем больше узнали, тем больше границ, и тогда их как-то утешает, что благодаря этому они вышли на то, кто расширился. Появились более серьёзные вопросы, более серьёзные проблемки, и чем дальше, тем более больше. Не знаю, почему ты их отешала. Вот им казалось, что всё хорошо. Спасибо большое. Да, я тоже эту схему очень люблю. Пожалуйста. Тоже как рейтбук. Вы вот, Татьяна Александровна, сказали, что труднее быть статуей преподавать. Да, это очень тяжёлая литература. Ну вот была на открытом занятии в прошлом году, у молодого преподавателя, буквально там три года после отчаяния от литературы, преподает литературу. Мы вообще работаем в техническом музее, но есть на протяжении журналистика. И вот был урок по путешествию с Петербургом в Москву, Радищева. Ну вот я вышла из аудитории в таком состоянии, что действительно меня одолела эта каменная статия. Преподаватель вёл занятие полтора часа, практическое занятие, таким образом, что он навязывал свою точку зрения. И при этом ещё пытался заставить детей эту точку зрения вытвердить текстом. Вот ни один человек не откликнулся, даже из тех, кто прочитал, ну там даже половину не прочитали. Но занятие было принято преподавателями, да, профессорско-преподавательским составом, как очень хорошее. Мою точку зрения никто не одобрил, когда я сказала, что нельзя давлеть над студентами таким образом. Вот я стараюсь на своих занятиях, я веду литературы, сейчас основу теории коммуникации веду, и пытаюсь с ними читать тексты. Вот это был как раз первый курс, и она у них вела литературу, там, по-моему, восьместо. И я пришла во второй курс, на второй курс работы. Ой, извините, пожалуйста. Не могу добиться головок, чтобы они анализировали текст. Вот тоже дали небольшие тексты, прочитают и гранили с ним, а где шина стоит. Поэтому вот я хотела обратиться за помощью, то есть, спроси, да, мы должны приходить просто с текстом, не задавая никаких вопросов. Вот мы читаем текст, именно оформить урок, оформить занятие практическое, мы читаем текст. Или читаем у нас на занятии, если этот текст небольшой, да, и что мы потом, потом мы ждем ответных вопросов, точнее, даже не ответных, да, а вопросов от студентов. В зависимости от того, какие вопросы будут формируем, вот это вот мнение о прочитанном тексте, чтобы не было классической схемы, да, родился, родился и умер, Спасибо большое. Мы, на самом деле, уже сейчас должны вот ровно вот эту муту закончить, но я позволю себе три минуты все-таки посвятить в ответ, насколько я смогу за это время успеть вот на этот вопрос, потому что это же разговор бесконечный, как нам работать, да. Я думаю, что прежде всего надо обратить внимание на качество текстов. То есть, во-первых, это должно быть что-то, что соответствует уровню понимания ваших учеников на тот момент, на этот момент. Только вы можете знать, только вы можете определить, что их заинтересует, что их увлечет, что их вовлечет. Вот, это первое. А во-вторых, это должен быть текст на этом уровне максимально пронзительный. Если у вас уже вот эта стена образовалась, ее надо ломать. Ее надо ломать не просто, как мы принесли текст, как в здоровый класс, мы можем, мы что угодно, хоть заметку можем проанализировать с удовольствием, да, из там газеты новгородской за сегодня. А мы должны принести текст, по которому каждый, то есть, который вот вступит таки с ними в взаимодействие. И начать вот с этого, начать с того, что из них выплеснется навстречу этому тексту. А уже потом, только после, я думаю, что если они вот в таком сейчас состоянии, в печальном очень, как вы описали, вот, это может длиться долго, если, с того момента, как только это начнется. Может быть, стоит отдать на это два, может быть, даже занятия, во всяком случае, на вот это их освобождение. И только потом начать ставить вопросы не от них, а от текста. Там, понимаете, в чем дело? В тот момент, когда они будут высказываться, там выявится несоответствие. Потому что один будет говорить что-то, другой будет говорить что-то, что явно вступает с этим противоречием. И тогда встанет вопрос, а здесь-то как? И вот с этого момента надо, можно будет начать вот это нормально. Вот. Спасибо вам большое за вопрос, и спасибо вам за то, что вы так работаете. Вот. Теперь, значит, у нас, господа, кофе-пауза.